Путешествие длиною в 16 тысяч километров. Именно столько предстоит проехать съемочной группе нашего телеканала из Алматы в Берлин. Слава победителям! Это эксклюзивный проект телеканала Алматы, приуроченный 75-летию знаменитого подвига Панфиловской дивизии. Путешествие началось 17 апреля. Длительная подготовка, тщательное обсуждение маршрута, встреча с алматинскими ветеранами и историками. Вооружившись всем, что необходимо в долгом путешествии, ранним воскресным утром группа отправляется в путь. Первая остановка – Кустанай. Вы делаете очень большое, великое дело в плане того, что едете по местам боевой славы Панфиловской дивизии. Это святой праздник, где воевали наши лично, мой отец, у кого деды, у кого отцы. Я лично своим отцом назвал своего сына Мусаддин. Он дошел до самого Берлина. Три дня в пути и съемочная группа попадает в Самару, город, который в годы Великой Отечественной войны был одним из крупнейших промышленных центров страны. Монумент славы – один из главных символов города. Прежде всего, поражает его высота. 13-метровая скульптура изображает рабочего, держащего крылья самолета. И он находится на высоте 40 метров. Именно эта цифра выбрана была не случайно. В 40-е годы Самара являлась центром выпуска авиапромышленности для фронта. И символ рабочего являлся гордостью города. В годы войны Самара сыграла одну из ключевых ролей в тылу. Здесь изготавливалась каждая пятая бомба, каждый третий артиллерийский снаряд и весь морской боезапас для всех флотов страны. Сегодня, к великому сожалению, осталось очень мало фронтовиков. Но мы помним сегодня фронтовиков не только, допустим, самарцев, не только россиян. Мы помним тех-всех героев, которые защищали великую родину, Советский Союз. В Самаре съемочная группа проекта «Слава победителям» не упустила возможности встретиться с бывшими соотечественниками. Султан Усманов, родом из Лениногорска, после жил в городе Иссык, Химбикши, Казахского района Алматинской области, а в 1961 году переехал из Казахстана. Алмата, я знаю, что зеленый был город. Когда мы приехали в 1961 году домой в Грозный, я целый два-три года во сне видел и Иссык, и Алмату. До того скучал. И до сих пор я поехал бы туда, просто посмотрел эти места, понимаешь. Музей Самара «Космическая», памятник Ольге Санфировой, площадь Славы. Несколько часов Самаре пролетело незаметно. И пора было уже отправляться в путь дальше, в Волгоград. 17 июля 1942 года на этой земле состоялась Великая Сталинградская битва. Она продолжалась 200 дней и ночей и закончилась крупнейшей победой советских вооруженных сил. В боях на Сталинградском направлении принимали участие солдаты и офицеры 38-й и 29-й стрелковых дивизий. В конце августа они отступили в район села Елхи, прикрыв Сталинград с запада. Все попытки врага овладеть высотой и выйти к Волге были сорваны. Высота 102, где некогда звучали пулеметы и взрывы от снарядов, сейчас расположен мемориальный комплекс «Мамаев-Курган». Пожалуй, это один из самых крупнейших мемориальных комплексов, посвященных советским солдатам в годы победы в Великой Отечественной войне. «Мамаев-Курган» стал ключевым местом боев за Сталинград. Сталинградская битва – одно из самых масштабных событий всей Великой Отечественной войны. Большое количество погибших, более миллиона человек с каждой из сторон. Ну и, конечно, Сталинградская битва имела решающее значение для победы советского народа в Великой Отечественной войне, потому что здесь произошел коренной перелом в ходе всей войны. Возложив цветы в зале воинской славы, съемочная группа отправляется в знаменитый дом Павлова. Обычный четырехэтажный дом вряд ли привлечет внимание тех, кто мало знает историю. Лишь мемориальная стена-памятник, расположенная в центре Волгограда, говорит о том, что дом Павлова являлся символом мужества, храбрости и героизма советских солдат. До войны этот дом считался едва ли не самым престижным в городе. Здесь жили специалисты промышленных предприятий и партийные деятели. Но во время Сталинградской битвы именно здесь развернулись наиболее ожесточенные бои. А дом Павлова здесь 58 дней. Они его обороняли, захватили. Там в подвале были женщины, дети были. Они там, значит, кормили, но уйти не могли. Посетили в Волгограде ребята и знаменитый музей «Сталинградская битва». Сегодня это излюбленное место отдыха детей. С малых лет юные волгоградцы уже знакомы с танками и минометами. Здесь они учатся ценить человеческую жизнь и наследие, которое было оставлено предками. Уехать из города и не спуститься к Волге, за которую прошла самая ожесточенная битва в истории, ребята не могли. Сегодня о страшных днях прошлого напоминает эта надпись на причальной стене. Под постоянным огнем солдаты 13-й стрелковой дивизии генерал-майора Родимцева переправились на противоположный берег и нанесли сокрушительный удар по врагу. В этом великом подвиге свою роль сыграл и казахстанец, дважды герой СССР Сергей Данилович Луганский. 14 сентября 1942 года прикрывал с воздуха переправу через Волгу. В Сталинграде ребята провели два дня, после чего отправились дальше, в город воинской славы Курск. Символ Курска – триумфальная арка. Появилась совсем недавно, в 2000 году, в память о битве на Курской дуге. В ансамбль входят также памятник Георгию Жукову, монумент неизвестного солдата и вечный огонь. Площадь, на которой установлена триумфальная арка, как бы находится в обрамлении аллеи военной техники, длиною 500 метров. Прогуливаясь здесь, вас, наверное, не оставит равнодушным. После небольшого знакомства с городом съемочная группа отправилась на главную площадь. Здесь нашу съемочную группу уже заждались. Курск по-особенному тепло встретил алматинцев. Приветствовали журналистов нашего телеканала «Мэр Курска» Николай Овчаров. Курская молодежь, солдаты, а также ветераны Великой Отечественной войны. Анатолий Щербаков боевой путь начал с Москвы. Воевал в Смоленске, на Украине, в Карелии. Победу встречал в Будапеште. Ветеран уверен, о страшных страницах прошлого должны знать все, и прежде всего, молодежь. Война началась, мне было 16 лет. Я посчитал, что если я на фронте не буду, без меня войну проиграют. Вот, в 41-м году, в декабре, был уже на фронте под Москвой. На Курской дуге сражались более 900 тысяч немцев и более миллиона 300 тысяч советских солдат. Кровопролитный бой продолжался 50 дней и ночей. В битве на Курской дуге приняли участие около 200 алматинцев, в их числе Сергей Луганский, Заир Кашкинбаев, Алексей Писоенко. Под Курском состоялась одна из величайших битв, Курская битва, где был сломан хребет фашизму, фашизмной машине. И отсюда начиналось победоносное наступление Красной армии. Почтить память погибших участников Курской дуги приехали не только алматинцы. Автопробег по городам воинской славы совершает и один из российских телеканалов. Вместе они пронесли знамя победы, а также возложили цветы к памятнику неизвестного солдата. Отдав дань памяти участникам Курской битвы, съемочная группа отправляется дальше. Впереди Москва. Красная площадь, Москва. Этот город особенно ярой ценой собственной жизни защищали солдаты из Казахстана, наши отцы и деды. Уже через считанные дни здесь пройдет главное торжество победы. Организовывает победоносное шествие Бессмертный полк России. В прошлом году он собрал более полумиллиона человек. В этом парад обещает быть еще более зрелищным. Мы сейчас находимся на Красной площади, по которой через несколько дней по ее святой брусчатке потечет река Бессмертного полка Москвы, в которой будут и казахи, будут и люди, которые приедут к нам из других городов мира. И в этот день, в День Победы, мы становимся какой-то одной большой семьей, которой мы были в те лихие годы. Сегодня очень важно помнить о том, что все народы, участвовавшие в Великой Отечественной войне, братья, которые защищали единую Родину, и победа одна на всех. Русский народ и казахский народ всегда были братьями и останутся так навек. Потому что они вместе воевали, вместе отстаивали отечество наше. Потому что 125 тысяч человек погибло, только казахстанцев в этой войне. И инициативу взяли Бессмертного полка отсюда, из России, значит, тоже там движение пойдет такое. Это как бы вместе все народы, русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, казахи, все защищали наше отечество. 20 лишних миллионов человек не вернулось с войны. Это та цена, которую мы отдали за освобождение, за свободу нашей отчизны. После Красной площади съемочная группа отправляется в Центральный музей вооруженных сил, который хранит миллионы экспонатов. В их числе редкие вещи и фотографии знаменитой 316-й стрелковой дивизии. Уникальная фотография политрука Клочкова, которую он сделал перед уходом на фронт вместе с дочерью в одном из фотоателье города Ташкента. Еще на влажном негативе он нацарапал «И за будущее дочки ухожу я на войну». Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза, и он навечно зачислен в списке 8-й гвардейской стрелковой дивизии. Уникален комплекс, принадлежавший генералу Панфилову. Фотография Панфилова, сделанная за несколько часов до смерти генерала в селе Гусакова и его шинель. В музее съемочной группе поведали о малоизвестных подвигах Панфиловской дивизии. Так, саперы примерно в то же время, что и 28 панфиловцев, защищали Москву всего в нескольких десятках километров от Дубосекова, вооруженные лишь карабинами и одним пулеметом. Два часа они не пропускали врага. Их было 11 человек, и все они погибли в бою. Немецкое командование рассматривало взятие Москвы, столицы СССР и самого большого советского города, как одну из военных и политических целей операции Барбаросса. В западной истории известные под названием «Операция Тайфун». Первоначально план Блицкрига предполагал взятие Москвы в течение 3-4 месяцев войны. Однако, несмотря на успех вермахта в первые месяцы войны, усилившее сопротивление Красной Армии не позволило его выполнению. В частности, подвиг 316-й стрелковой дивизии имени Панфилова. Если бы фашисты прорвались у разъезда Дубосекова, они вышли бы в стык двух армий Западного фронта и двинулись бы на Москву, где дорога была бы им открыта. Всего несколько часов пути от Москвы и наша съемочная группа на рубеже, где воевали знаменитые панфиловцы – Волоколамское шоссе, разъезд Дубосекова. Именно здесь произошел исторический бой между 316-й стрелковой дивизией Панфилова и 11-й танковой дивизией немецко-фашистских войск. Защищая Москву, суровые ноябрьские дни 1941 года, на этом рубеже жесткой схватки с фашистскими захватчиками стояли насмерть и победили 28 героев-панфиловцев. Бой, который дала ночью под Дубосековым группа истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го полка, во главе с политруком Василием Квачковым, вошел во все учебники истории. В течение 4-х часов группа отражала атаки пехоты и танков врага. Они не дали ему занять эти высоты и подбили около 18 танков. В канун Дня Победы у маленького разъезда многолюдно. Приезжают туристы, поисковые группы, молодежь. Часто навещаю сюда, хожу к памятнику, где похоронены наши защитники Москвы. Они не пропустили врага в свое время погибли все. Положили жизни. Безусловно, мы знакомы с подвигом 28 героев-панфиловцев. С детства нам рассказывают и в школе, и родители. И ездим на экскурсии в разные уголки нашего города и района, где все помнят и чтят подвиг героев. Уже несколько лет в России работает поисковый отряд «Майдан Жолы», а также казахстанский патриотический проект «Батерлар Жолумен». На территории страны ребята ищут все, что скрыла от нас история. В этом году образовался отряд поисковый «Панфиловцы», «Панфилов-Шолар». Они в составе 8 человек также приехали. Мы с ними в одном лагере. В общем, наша главная цель – найти как можно больше павших бойцов. Для нас великая часть то, что мы оказались на этой земле, где решилась даже не судьба родины, а судьба планеты. Здесь же, у села Дубосеково, ребята вновь встретились с коллегами из российского телеканала. Разными путями, но в одно и то же время две съемочные группы из Курска прибыли в Волоколамск. Три-четыре! Ура! Этот окоп восстановлен и сохранен в память нам, молодым, чтобы не забывали, какой ценой была достигнута победа. Совсем рядом с Дубосеково, в селе Новосокольники, установлен еще один памятник герою Советского Союза Алие Молдогуловой. Именно здесь, в январе 1944 года, в рукопашном бою погибла легендарный казахский снайпер. Отличились казахстанцы и во время блокады Ленинграда. Санкт-Петербург, следующая остановка на пути в Берлин. В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно воевали дивизии, сформированные в Казахстане. 310-е, 314-е. А всего под Ленинградом воевала треть казахстанских формирований. Здесь они активно воевали не только на суше, но и на море. К примеру, на крейсере Кирова моряков было 156 человек. Героическая эпопея Ленинграда занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. В наступление на город Ленинград враг бросил более миллиона солдат и офицеров, свыше 17 тысяч орудий, около четырех танков и самолетов. 900 дней Ленинград находился в блокаде. Погибли сотни тысяч жителей и защитников города. Блокада Ленинграда – событие, не имеющее аналогов мировой истории. Никогда еще мегаполис с трехмиллионным населением не выдерживал столь длительных осад. Ни один город в мире не терял своих мирных жителей – женщин, детей, стариков. Даже сейчас историки не в состоянии почитать точное количество жертв блокады. Мы стоим здесь на берегу Невы, а тут многие здания, в общем, наполовину воссозданы, да, они были разрушены. Памятник Петру, у которого мы рядом стоим, он был засыпан песком и закрыт досками. Город бомбили. Битва за Ленинград стала самым длительным сражением в истории Второй мировой войны и сыграла решающую роль в достижении победы над фашизмом. На три года этот город приковал силы противников – около одного миллиона солдат. Известный писатель Илья Эренбург заявил об этом городе. Нет такого города, который отдал столько жертв ради победы. Если мы вошли в Берлин, это значит потому, что немцы не вошли в Ленинград. Блокада Ленинграда продолжалась в 872 дня. С 7 сентября 1941 года по 28 января 1944 года. Оказавшись в условиях полной блокады, этот город смог выстоять и победить. Ленинград стал символом мужества и героизма для всего мира. Тяжелые сентябрьские дни 1941 года казахский народный поэт Жамбыл Жабаев обратился к ленинградцам с пламенной песней. Ленинградцы, дети мои, мне в струе степного ручья, Ленинградцы, гордость моя, виден отблеск невской струи. Песня Акына явилась подлинным гимном дружбы. Устами мудрого казахского певца писала ленинградская правда осенью 1941 года. Вся великая страна говорила «Я с вами, ленинградцы». Когда его стихотворение «Ленинградцы, дети мои» было опубликовано, оно сыграло огромную роль для поддержания духа ленинградцев. Это действительно так. По сей день петербуржцы высоко оценивают его творчество. В переулке Жамбыла в 2003 году установили памятник знаменитому Акыну, и он тут же стал местной знаменитостью. Я вот знаю, здесь группа «Ленинград» есть. Клип снимала прямо вот возле памятника Жамбула. Ну, с этим тоже у меня ассоциируется этот памятник. Москва, по ком звонят, твои колокола! Москва, по чум звонят, твои колокола! Мы сейчас поговорили вот с вашими членами делегации, с вашей группой. Нам рассказали то, чего мы не знали про поэта казахского. Ну, вообще, было очень радостно узнать, и приятно, что есть памятник в Петербурге. Даже в блокаду жизнь в городе бурлила. Людмила Смирновов была еще ребенком, когда город окружили немцы. Сегодня она хранительница уникальных реликвий, оставшихся с тех времен. Это брошюры, выпущенные в блокадном Ленинграде в 1942 и 1943 годах. И вот эти уникальные брошюры, когда показываешь ребятам, они понимают, что даже в блокадном городе они думали о жителях, помогали им выжить. В каждом российском городе съемочную группу телеканала «Алматы» горячо встречали и жители, и ветераны. Мне очень приятно, что накануне 71-й годовщины Великой Победы наша братская республика, наша братская страна приехала к нам с визитом. И то, что они до Берлина идут и по всей Европе напомнят о нашей единой Великой Победе. Путешествие по блокадному Ленинграду закончилось у Пискаревского кладбища, где ребята совместно с генеральным консулом Казахстана в Санкт-Петербурге возложили цветы. Пискаревское кладбище – это самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. Здесь похоронило 490 тысяч. Хоронили жители города, хоронили здесь воинов-защитников Ленинграда. Это самое святое, но самое скорбное место в нашем городе. До отъезда встретились с авторами фильма о 28 героях-панфиловцах, который выйдет на экран в ближайшие дни. Андрею пришла в голову мысль о том, что нужно рассказать историю о 28 панфиловцах, потому что такого кино просто нет. Фильм рассказывает о подвиге советских бойцов при обороне Москвы в 1941 году. Настоящее кино о настоящих героях великой страны и уже скоро на больших экранах. Ну а нашей съемочной группе пора отправляться дальше. Впереди Эстония, Латвия, Литва, Калининград, где прошли заключительные бои панфиловской дивизии. И, наконец, Берлин, куда съемочная группа телеканала «Алматы» прибудет сегодня, 9 мая. Продолжение следует...